Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Наблюдать и контролировать. В Новосибирске открылся Центр общественного наблюдения за выборами. Видеоконтроль осуществляется на более чем тысячи избирательных участков по всей территории Новосибирской области. Новые, крытые, 50-метровые. После продолжительного периода реконструкции открылся бассейн СКА, ибо водная чаша позволит проводить соревнования самого высокого уровня. Зарубежные гости – Сибирской масленицы. Участники Всемирного фестиваля молодежи, посетившие Новосибирск, приняли участие в масленичном гулянии. Какие чувства испытали жители южных стран на сибирском празднике? А теперь подробнее об этих и других темах. В Новосибирске открылся Центр общественного наблюдения за выборами президента России в Новосибирской области. Насколько полно охватывает это наблюдение избирательные участки региона? И кто может работать в этом центре, узнал наш корреспондент Александр Булдаков. Около тысячи избирательных участков из почти 1800 на территории Новосибирской области оборудованы системами видеонаблюдения. Картинка того, что в настоящее время там происходит, отражается на этой видеостене. Здесь одновременно транслируется сигнал с 48 камер, которые сменяют друг друга через каждые 5-10 секунд. На каждом участке находятся по две камеры. С помощью этих камер мы можем наблюдать за местами для голосования, за кабинками, за стационарными урнами, за тем, где находится общественный наблюдатель, где находятся члены участковой избирательной комиссии. В отличие от самого центра общественного наблюдения, видеокамеры на участках работают круглосуточно. Но запись всегда можно прокрутить на нужное время и посмотреть, что происходило на интересующем участке, к примеру, ночью. Голосование идет три дня и каждый раз перед закрытием избирательного участка бюллетени передаются на хранение. И за этим тоже надо наблюдать. Те избирательные бюллетени, которые будут использованы избирателями, они будут, соответственно, вложены в специальные сейф-пакеты, которые будут удостоверены подписями членов участковой избирательной комиссии и общественными наблюдателями. Эти сейф-пакеты с избирательными бюллетенями будут помещены в специальные места хранения. Но это сейфы. Сейфы находятся тоже под видеонаблюдением. Для электронного голосования бумажные бюллетени не нужны. Но контролировать это возможность у общественных наблюдателей все же есть. Это важно, ведь такой способ избрали более 200 тысяч избирателей региона. Здесь, в центре, оборудовано три места, где можно проследить за процессом. Общее количество избирателей, которые подали заявление через свои личные аккаунты в госуслугах, составляет 245 767 человек. Это общее количество участников. В настоящий момент выдано бюллетени электронных 101 729. Это 41% от общего количества зарегистрированных избирателей на дистанционном литонном голосовании. Всего в этом центре организовали 40 рабочих мест для общественных наблюдателей. Все удобно, все настроено. Единственное, бывают сложности, но это обычно по первому дню. То есть в первый день иногда сложности возникают. Ну, это обычно там такие тестовые, просто потому что большой объем информации так или иначе приходит, и нужно учитывать все такие тонкости в нашей работе. Все это делается для одного – обеспечить прозрачность выбранного процесса. Ведь только тогда избиратель поверит в то, что его голос обязательно будет учтен, а значит, так или иначе окажет влияние на результат голосования. В Новосибирске отныне два 50-метровых бассейна. 15 марта после реконструкции ввели в строй крупнейший спортивный объект – плавательный бассейн СКА. Именно здесь ранее сформировалась известная на весь мир школа подводного плавания. Мы побывали на церемонии открытия и выяснили, какие еще направления водного спорта будут развивать на этой базе. Построенное еще в 1967 году старое здание бассейна спортивного клуба армии долгое время простаивало, так как пришло в негодность. Но в 2020 году глава региона Андрей Травников озвучил решение о его реконструкции, а фактически о строительстве нового здания на существующих фундаментах. Возвели объект в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» при участии региональной госпрограммы развития физической культуры и спорта Новосибирской области. И вот новый спорткомплекс площадью более 5000 квадратных метров, крытый 50-метровый бассейн СКА принимает первых посетителей. Губернатор на церемонии открытия всех поздравил с этим знаменательным событием и заметил, что строительство шло не без проблем, но все они были благополучно решены. Глава региона выразил уверенность в том, что у бассейна СКА светлое будущее, как и у тех, кто здесь будет тренироваться. Действительно, воспитывать на этой воде чемпионов – давняя и хорошая традиция, которая непременно должна продолжиться. «У ребятишек, которые будут здесь тренироваться, сегодня есть замечательные комфортные условия для занятий. У родителей есть уверенность, что каждая капля из 3000 тонн воды в этой чаше способствует только укреплению здоровья и появлению сил. Ну а у талантливых тренеров появится возможность вписывать все новые и новые страницы истории». Страницы эти непременно должны быть связаны с победами и достижениями наших спортсменов-водников. Развивать в бассейне СКА планируют несколько видов спорта. Но оттого вода не перестанет быть доступной просто для любителей плавания. «Будет в первую очередь открыт бассейн для посетителей, но у нас уже ведутся переговоры с тренерами по подводному спорту, по плаванию и по триатлону. Это те виды спорта, которые мы будем развивать на этой базе. Также у нас планируется занятие с детьми от 7 лет для уровня начальной подготовки, это обучение плаванию». А так как бассейн СКА оборудован по последнему слову техники, у него даже чаша может разделяться на две 25-метровых. То и использовать эти возможности надо максимально. «В этом году мы как минимум проведем традиционную золотую ласту в этом новом плавательном бассейне. Но имея самые современные условия и самое главное – современнейшую систему фиксации финиша, безусловно, будем просить Минспорт Российской Федерации давать нам как можно больше федеральных стартов». Для населения бассейн откроет свои двери уже в понедельник, 18 марта. И для информации, чаша-бассейн оборудована на 8 плавательных дорожек по 50 метров. Есть тренерские комнаты, раздевалки, тренажерные и универсальные спортивные залы, зал для занятия фитнесом и, конечно, трибуны для зрителей на 250 мест. С 15 марта начинается еще одно голосование. Новосибирцы должны выбрать общественное пространство, проект которого будет воплощен в жизнь в следующем, 2025 году. В перечне 8 новых перспективных территорий об этом, а также о том, как будут реализовываться проекты, за которые жители голосовали в 2018 году, расскажет наш корреспондент. Сразу надо заметить, что голосование за территорию, которую, по мнению жителей, надо благоустроить в 2025 году, не имеет ничего общего с выбором общественных пространств, прошедшим пять лет назад. За исключением одного, все эти работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году у нас было рейтинговое голосование, где определили 10 проектов, и каждый год эти проекты реализовываются. Те проекты, план, который отголосовали пять лет назад, он также остается, а с помощью нынешнего голосования мы дополнительно выбираем территорию. На благоустройство этого дополнительного общественного пространства, выборы которого стартуют 15 марта, выделяются и дополнительные деньги. Поэтому воспользоваться этим обязательно стоит. К тому же мэрия постаралась упростить сам процесс голосования, организовав работу волонтеров на избирательных участках. У нас работают больше тысячи волонтеров в избирательных центрах и зданиях, где находятся избирательные участки. И у новосибирцев сейчас есть уникальная возможность, придя на выборы, посмотреть, во-первых, какие проекты благоустройства есть, выбрать, получить раздаточный материал, чтобы почитать о каждом проекте. И волонтеры каждому могут помочь осуществить голосование. Волонтеры, как правило, молодые люди, уже имеющие опыт голосования по этой программе. В первую очередь просмотрел все проекты, ознакомился с информацией на сайте, которую можно найти, ну вот на сайте, который указан, который указан на информационном буклете 54городсреда.ру. Ну, ознакомился, сам принял участие в голосовании. С 15 марта по 30 апреля на специальном портале, адрес которого вы видите на своем экране, через учетную запись на госуслугах можно отдать свой голос за один из восьми проектов, благоустройство которой реализуются в 2025 году. Так что какое новое общественное пространство появится в Новосибирске, теперь зависит и от нас с вами. В Новосибирске более 10 человек попали в больницу после заказа суши в одной из служб доставки. По данным областного распотребнадзора, сразу несколько человек были госпитализированы в больницу. Сейчас работа заведения приостановлена. Ведомство проведет проверку проб готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря, а также проверит поставщиков. По факту массового отравления, Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по 238 статье о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. И к другим темам. Масленичная неделя в самом разгаре. Народные гуляния проходят по всей области. Вот и участники Всемирного фестиваля молодежи, которые приехали знакомиться с Сибирью, решили время не терять и окунуться в русские традиции, как говорится, с головой. Подробности в нашем сюжете. В тихом центре города сегодня не тихо. С ремесленного подборья областного центра русского фольклора и этнографии на Чеплыгина, 36, раздаются звуки народной музыки, стук топора и запах блинов. Это масленичные гуляния, которые организованы для участников Всемирного фестиваля молодежи, который проводится по указу президента России Владимира Путина. Сейчас мы делегацию знакомим с новосибирском, с нашей культурой, с нашими особенностями. Ну и вот в том числе решили, раз ребята приехали на масленичную неделю, на региональной программе, познакомить их с масленицей, с такой нашей замечательной традицией. Это участники из 35 разных стран, которые приехали изначально в Сочи на фестиваль, и сейчас вот поехали знакомиться с регионами, в том числе в Новосибирск. Все представленное действие происходило в русской традиции. Торжественным шествием театра «Ряженых» с хороводами и испытаниями, с ярмаркой предметов народного ремесла и промысла. Русские народные вот у меня благополучницы, куколки, зайчики с вышивкой ручной работы, с символикой из Новосибирска, медведи с символикой из Новосибирска. Я считаю, что белый медведь – это такой прям символ нашего Новосибирска. В зоопарке же у нас есть медведи такие. Снеговик – непосредственный символ нашего города. Кроме народного гуляния, участники Всемирного фестиваля смогли увидеть молодецкие забавы, настоящий казачий танец с шашкой-фланкировка, а если точнее, то упражнение с клинковым оружием, и посмотрели, как русские после бани выбегают на морозец. Но сами пройти это испытание не решились. Да, на самом деле почти все говорят, что боялись, что будет очень холодно, страшно, и прям не выйти на улицу, но они удивлены тем, какие здесь добрые, открытые люди, что все готовы помочь, все общаются. И вот этот вот холод нивелируется тем, что здесь очень приятно находиться просто благодаря людям. Для участников народного гуляния была проведена экскурсия, которая рассказывала им о традициях, истории и быти народов, живущих в Сибири. Дальше по разработанной программе они посетят еще множество культурных, научных и исторических центров в Сибирском регионе. А что касается главной цели – подружиться и узнать друг друга с хорошей стороны, то она, судя по лицам гостей, достигнута. Куклы бывают разные. Одни выпускаются промышленными масштабами, а другие изготавливаются мастерами вручную и в единичном экземпляре. О том, какими могут быть куклы, сделанные руками семьи художника и рассказывающие о народном эпосе, расскажет Елена Юрченко. В залах художественного музея поселились сказочные принцессы, тролли и необычные животные. Это все персонажи бурятских мифов и бытовых сценок, которые рассказывают и показывают уникальное мастерство семьи известного скульптора Даши Намдакова. Этот выставочный проект называется «Ульгер. Сказки, грезы, авторские куклы семьи Намдаковых». Здесь представлено 20 кукол, которые можно считать продолжением творчества Даши Намдакова, так как эскизы делает он, а братья и сестры воплощают их в жизнь. В команде у нас 8 человек, и за это время у нас как-то уже выработалось конкретный человек с нашей команды, занимается определенными видами, кто-то высшим, кто-то женскими рукоделиями. Братья, конечно, занимаются уже чисто мужской, да, вот каркас, постамент, все это мужская работа, все это потом, когда уже выполнены эти, как-то не запчасти, но выполнены, они готовы, один человек это собирает. Новосибирцы уже знакомы с творчеством народного художника Бурятии, академика Российской академии художеств Даши Намдаковым. Его персональная выставка прошла в 2023 году. И вот новый уникальный проект, который был создан специально для Музея народов Востока. Выставка «Ульгир. Сказки и грезы» была сформирована как бы накануне Музея искусств народов Востока под этим названием и была показана в нескольких городах России. Коллекцию сочли уникальной. Главная тема – это сохранение народных традиций, ремесла, привычного монгойским народам, в том числе и бурятам, и развитие его в современном пространстве. Да, с этими куклами играть не получится, потому что каждая из них – это ценное и уникальное произведение искусства. При изготовлении кукол используются различные техники и материалы. Они, как правило, в России и в мире на специальных фестивалях показываются, потому что это определенный вид декоративно-прикладного искусства, в котором мы видим самые разные традиции, но прежде всего это традиции, связанные с воспитанием человека. Все эти куклы несут прежде всего одну задачу – показать мир природы, показать мир культуры и духовности. Этот проект интересен еще и тем, что своей темой оказался созвучным с годом семьи. Ведь такие куклы и игрушки становятся связующей нитью для членов семьи. На этой выставке присутствуют авторы, два представителя семьи Доржима Сосигма, изумительные совершенно мастера и художники, конечно, показывающие традицию сохранения семейных, каких-то преемственностей, семейного опыта. Ну, в общем, приходите, смотрите. Выставка будет работать до 9 июня, так что у горожан предостаточно времени, чтобы всей семьей посетить эту выставку и придумать свою сказку с понравившейся куклой. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...